Юлдус Ибрагимовна Усманова родился в 12 декабря 1963 года, Маргилан, Ферганская область Узбекистана, известная как Примадонна Узбекской эстрады Королева Узбекской эстрады Узбекская эстрадная певица, композитор, поэт-песенник, продюсер, народная артистка Узбекистана, народная артистка Казахстана, Туркменистана и Таджикистана В ее репертуар входит более 800 песен на узбекском, каракалпакском, турецком, уйгурском, казахском, татарском, русском, таджикском, персидском и других языках А дискография насчитывает около 100 сольных пластинок, CD и DVD дисков, источник не указан 3246 дней Помимо Узбекистана, альбомы Усмановой издавались в Германии, США, Англии, Турции и Голландии Общий тираж дисков превысил 25 млн экземпляров На одном из корпоративных мероприятий, Гавхара Рахимова узрев талант в молодой Юлдус, забрала с собой в Ташкент, для профессионального обучения Там она проводила с ней занятия по вокалу, позже познакомив с Саадат Кабуловой После предварительной подготовки Юлдус поступила в Ташкентскую государственную консерваторию и с успехом окончила ее Распад СССР пришел на пик популярности Юлдус в Узбекистане Уже в конце 80-х она добилась признания у себя на родине, выпустив дебютный альбом Майда В 1990 году она стала финалисткой первого международного конкурса «Голос Азии» проходящего в Алма-Ате, заняв 2-е место Вслед за этим, записав альбом Алма-Алма попала в десятку World Music Charts Europe Ее англо-узбекский хит I Wish You Were Here не раз занимал высокий рейтинг в поп-чартах европейских стран Последующие альбомы Дженнины 1995, I Wish You Were Here 1995, By Naufschi 1996, The Selection Album 1997, Danju 1999 обеспечили ей широкую известность в Германии и странах Бенилюкса Она также отличилась выступлением в 1999 году на голландском фестивале, зрительницей которого была королева Беатрикс В 2002 году Юлду Сусманова была удостоена звания Орта Осио Санит Маликаси, королева искусства Средней Азии В настоящее время она вернулась в Узбекистан, где также записала узбекский альбом Личной жизни, Юлду с замужем за Мансура Мага Аглы, который в настоящее время является ее продюсером Также у нее есть одна дочь, Нелюфар Усманова, 1987 года рождения, также певица Отец Урай Махун Усманов родился в Маргилане в 1926 году Всю свою жизнь он проработал на Маргиланском шелковом комбинате, и его стаж работы составил 52 года Он был невероятно трудолюбивым человеком, и несмотря на то, что он был простым рабочим Наши соседи, близкие и знакомые называли нас богачами, и соответственно меня в детстве называли дочка богача, Бой Кизи Однако дело в том, что помимо того, что папа работал на комбинате, он был искусным мастером по дереву, и в свободное время по вечерам в мастерской в нашем доме Он изготавливал прочные и удобные топчаны, которые продавались в выходные дни Иногда повстречав покупателя, которому понравился его топчан, но не хватало денег, он отдавал почти даром Таким образом, своим примером наш папа приучил всех нас к труду и усердию, и конечно же, благодаря благословению папы и его молитвам за нас всех, все восемь детей живут в достатке и радости Мама Рахимаха Нагбарова тоже родилась в Маргилане в 1932 году Она также проработала на Маргиланском шелковом комбинате 41 год Она занималась нашим воспитанием, и конечно же, ей было довольно тяжело воспитывать восемь детей Должна отметить, что мой характер очень похож на мамин характер Она тоже никогда не давала себя в обиду, у нее боевой характер, и для нее очень важным было, чтобы все ее дети знали цену труду По окончании консерватории я начала профессиональную карьеру, продолжая служить моим поклонникам, и прежде всего моему народу, который всегда поддерживал меня и давал силы для творчества и деятельности Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok